Завершился 15-й беговой сезон. За юбилейный год на ипподроме прошло 92 заезда. Разыграно 62 приза, в том числе и 24 традиционных. Воспитанники курганских заводчиков также приняли участие в тюменских забегах на 140-летнем юбилее ипподрома, где показали себя на должном уровне. По словам директора Курганского областного ипподрома Владимира Дворянцева, в этом сезоне появилось много молодых наездников. Показательные выступления детской спортивной секции. Ребята занимаются конкуром, потом в дальнейшем они переходят уже на конюшки и наездниками. У нас на сегодня все наездники, это все прошли через детскую спортивную секцию. Ребята с удовольствием наблюдают за грациозно скачущими лошадьми. Кто-то первый раз на скачках, а кому-то скоро придется на них выступать. На лошадей посмотреть, на соревнования, первый раз так интересно. Ребенку больше интересно. Хочет тоже участвовать, ходить, но еще по возрасту маленькая. Первые заезды на приз 100-летия Курганского ипподрома прошли на жеребцах-двухлетках и кобылах рысистых пород на дистанции 1600 метров. Первой финишировала гнидая Патриция под управлением Ивана Наумова. Она установила новый рекорд – 2 минуты 10,2 секунды. В призе Улова первым стал серый жеребец «Саботаж». Его время – 2 минуты 19,1 секунды. Второе место у вороной кобылы «Монополия». Заводчики Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областей разыграли пять традиционных призов. Провели соревнования по конкуру в легком классе и Всероссийский чемпионат женщин-наездниц в памяти Марии Бурдовой. Всего в бегах приняли участие больше 30 жеребцов и кобыл рысистых пород. Михаил Алимов, Александр Менщиков, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион-45». «Регион-45». Продолжение следует...